Мое предназначение выжить максимум из этой жизни, а моя мечта не умереть, пока я это все делаю. О чем? Твое эго или что? Вопрос про команду. Как ты себя ощущаешь в команде, где... Есть Наталья Шульга, и она твоя жена. Ты когда голый идешь с проруби, весь дом этим процессом наслаждается, мы же знаем. Итак, пост на твой день рождения собрал 247 сердечек, 126 губенчиков, 27 ладошек схлопнутых, 20 вот так, 16 огонь и 9 сердечки с тремя сердечками. Это прилично. С чем можно сравнить? С, например, постом про апельсин. Казалось бы, да. 31 сердечко в сердечке, 17 вот так, 13 огонечек в 12 лайков. Это на 1350 подписчиков. Вов, ну ты вообще инфлюенсер, поэтому... А мы уже записываем? Да. Ну, прекрасно. Раз мне выпала эта роль спросить у тебя все тайны, ты точно не будешь врать, я знаю. А я точно могу даже покраснеть, поэтому с собой взяла очки, чтобы спрятать слезинку в глазах. Я спросила аудитории, какие вопросы хотят тебе задать, потому что вот Натальи Шульги так много, так много, так много. Ну, на самом деле, конечно, немного, хотелось бы и побольше. Тебе лично? Да. Но есть безупречное эго, которое справилось со всем этим ростом, развитием, трансформацией. В общем, к тебе очень много вопросов. Можно я буду миксовать свои личные и из аудитории, и ты не будешь знать, где мои личные? А потом я тебе скажу. Давай. Все, договорились? Я буду смотреть шпаргалки, чтобы для достоверности, как будто я их считываю. Ну, он какой-то наизу, что ли, выучил? Ну, вот именно. Другому никак. Конечно. Я вам просто должна сказать, что мы с Вовой узнаем друг друга каждый день. И 10 минут назад он рассказал девочкам из Европы, что он собирается бегать по дороге в Кении, где бегают антилопы рядом. Все посмеялись, сказали, это неправда, ну, как бы надо спросить. А потом они стоят и не понимают, Вова прикалывается или нет. И дело в том, что я тоже не поняла, прикалываешься ты или нет. А на самом деле он не прикалывается и точно завтра побежит по этой саванне. Сегодня? Сразу после интервью. После обеда. Так, ну, вернемся к вопросам. Иначе. Пока Наташа ищет вопрос, я вдохнул как раз тот самый апельсин, который конкурент со мной по просмотрам. Интересно, у меня ноги такие длинные. Они входят в кадр? Входят. Вошел. Вов, я зачитываю эти вопросы. С утра мы летели в Кению, и было много свободных мест, но они все были двойное сидение. И можно было как бы спать горизонтально. И главный вопрос, который был у меня, наверное, Наташа так хорошо, удобно, комфортно. Она же не такая длинная, как я. И когда я с утра увидел Наташу, первое, что она меня спросила, а как ты вообще помещался? Я думал про нее, она думала про меня. Вот так мы и записываем интервью. И начало будет следующее. Раз мы про тебя записываем интервью, то первый вопрос. Какое питание в семье Натальи Шульги? Какое питание? Ну, расскажи, как мы едим. Да, оказывается, это важный вопрос, на самом деле. Чтобы уже эту тему закрыть с Шульгой, я прячусь, и мы слушаем тебя. Ну, в семье вообще важно, мне кажется, чтобы стиль питания был семейный, совместный. Это определенный ритуал, это определенное времяпрепровождение. И, ну, еда действительно отображает то, кто мы есть, как мы питаемся, так мы и живем. Мы сейчас едим все подряд, как мне кажется. Но на самом деле со стороны это кажется как жесткие ограничения. Но внутри я полностью свободен, и как питается Наташа, так питаюсь и я. Это уже с давних, с первого нашего дня я понял, что здесь есть к чему прислушаться. И когда мы первый раз побежали с утра, я первое что спросил, а что мы натощак побежим, на голодный желудок. И Наташа сказала, ну, съешь яблочко, аминокислоты из яичка съешь. И с этого все началось. Дальше начались пищевые эксперименты. Наташа начала вести одну клиентку, которая попросила ее стать вегетарианткой, которая хотела на вегетарианстве достигать высоких спортивных результатов. И Наташа попробовала вегетарианство. Через, наверное, месяца 3-4 мы вдвоем перешли на вегетарианство. По количеству питания у нас самый большой прием пищи – это завтрак, это каша, это яйца, это молочные продукты, сыры, очень много фруктов. Самое большое разнообразие у нас, наверное, во фруктах. В сырах и в крупе. Но вот, например, в Черногории крупы много разной нет, поэтому мы едим только по ленту. Но в России было много всего. А второй прием пищи, он примерно часов в 12. Это такой второй завтрак-обед. Там суп, хороший салат и какие-нибудь горячие овощи в виде рагу. Это то, что Наташа любит готовить. Но я еще добавляю часто свои вафли туда и какой-нибудь углевод, типа каши тоже гречневой. Наташа ест два раза в день. Я еще ем… Иногда бывает у меня тоже два раза в день, но когда активный тренировочный режим, я еще вечером ем что-то типа омлета или что-то типа творога. Но со стороны, все, когда видят Наташу, они все немножко стесняются и убирают свои, как им кажется, негативные привычки. Ну, типа булочка перед сном, я не знаю, бокальчик вина. И все это остается в стороне, когда мы делаем какие-то совместные мероприятия с людьми. Это интересно, видеть трансформацию и как Наташа влияет на людей. Я думаю, что на меня она сильно повлияла. Уф, я тебя вообще никогда таким серьезным не видела. Мне бы не хотелось так на тебя влиять. Но вопрос был с подвохом. Я хотела, чтобы ты всем рассказала про свои вафли. И вот чувствуете, да, насколько вот это эго может раскрыться прямо сейчас. Хочется, чтобы я рассказал про свои вафли? Ну, ты всех научил вафли делать, конечно. Ну, изначально ты меня научил вафли делать. Мы купили вафельницу, и что мы в ней делали? Мы делали роллы, ну, типа шавермы, только, ну, вегетарианские. Хотя мы, может быть, тогда и ели еще мясо. Вот, а потом, я не помню, как у нас первый раз появились вафли, честно. Но я уверен, что ты их сделала. Короче, Вова подсадила абсолютно всех, все комьюнити, которые рядом с нами на вафли. Мы делали розыгрыши. Ты проводил F-казино. При этом мы упаковывали готовый бокс с ингредиентами для этих вафель, где миндальная мука, там, изюм, орехи и миндальные лепестки. Вот это все сделал Вова. Вов, почему ты про это не говоришь? Я не понимаю. Ну, вафли – это, как сказала Наташа, можно забыть всю инфициологию, если ты научился готовить вафли. Ну, и в целом я с этим полностью согласен. Для меня вафли – это стопроцентная замена хлеба и стопроцентная замена сладкого. То есть, если мне хочется хлеба, я делаю вафли. Если мне хочется какой-нибудь печенки, я делаю вафли. Разница в том, что те, которые как будто хлеб, они соленые с приправой, а те, которые сладкие, они с каким-нибудь сухофруктом и еще с каким-нибудь орешком. Ну, ты пообещаешь всем рецепт? Рецепт снизу, в описании к видео. В общем, вы поняли. За один ответ – Вов, ну ты святой человек. Ну, никто не будет так скрывать свои достижения, как ты. Ну, попробуй же не про вафли был. Ну, конечно, про тебя. Давай тогда следующий вопрос. Вот очень многие интересуются, какая мама у тебя. И микс вопросов, вот кто тебя воспитал? Кто вложил в тебя эту святость и душу? Расскажи про свою маму. Ну, я бы не стал разделять маму и папу. Наверное, здесь родители. Очень тяжело оценить процентный вклад. Но я скажу, что это пополам. Потому что невозможно понять, когда ребенок рождается, кто больше, папа или мама сделали его. Здесь то же самое. В воспитании нету главного. Мама дала мне, возможно, вот про то, что ты пытаешься сказать, гибкость, я бы это назвал. Не святость все-таки, наверное, гибкость. Но все равно это же не сразу пришло, со временем. И в отношениях с тобой тоже. Я просто понял, когда я не гибок, тогда вещи даются более сложно. А когда гибок, все идет как по маслицу. А папа воспитал во мне любовь к спорту и мужской характер. И получается такое хорошее, правильное сочетание женского и мужского во мне. Есть такой вопрос интересный. Я долго его понимала, но сейчас только его поняла. Спрашивают, расскажи про свой guilty pleasure. Ну, как я это перевела, типа, то, что у тебя вот вину вызывает, но тебе очень нравится. Какой-то порог, видимо, хотят тебе найти. Ты уверена? А ты бы как перевел. Есть такое понятие, ты прямо сейчас загугли. Загугли. Это какое-то новое слово. Потому что, скорее всего, это означает... Я бы это перевел как, типа, что-то, что мне приносит... Виноватые удовольствия. Страдания, но при этом удовольствия. Ну, в общем, от чего я физически как бы страдаю, но мне это приносит удовольствие. Ну, на мой взгляд, это прор, например. На мой взгляд, это все тренировки. И вообще любой выход из зоны комфорта... Ну, я воспринимаю, просто перестроился на отключение. Вот чем хороша прорубь? Это тренажер, который очень... Если в него погружаться и в нем развиваться, ты учишься очень быстро переключаться с момента страха к моменту действий. И на самом деле все, что мы делаем на тренировках, оно... Такой смысл заложено, чтобы это все помогало и в жизни. И все вещи, которые для меня выход из зоны комфорта, они примерно для меня воспринимаются внутри как прорубь. Я вижу профит, который это даст. Я знаю, какое у меня будет состояние после того, как я это сделаю. Скорее всего. Если даже не знаю, я могу порассчитывать на вселенную. И что любое действие, оно даст какой-то опыт. А любой опыт – это в любом случае плюс. Вот. Поэтому Guilty Pleasure – это образ жизни, к которому я пришел и, наверное, ты тоже пришла. То есть получается, что образ жизни, который очень нравится, но он как бы все время заставляет... Я просто дословно переведу. Виноват и удовольствие. Нечто такое, как фильм, телевизионная программа, музыкальное произведение или занятие, которым человек наслаждается, несмотря на понимание того, что это отвратительно по содержанию. Нет, это немножко другое. Порочное удовольствие. Порочное удовольствие. Я не знаю. Я сходу не могу чего-то такого привести. Пример. Мне просто в какой-то момент показалось, когда ты ходил каждый день в прорыве, что это порочное удовольствие как раз. Ну, по-моему, подходит. Ну, там же про стыд какой-то. Нет, здесь такого нет. Ну, здесь согласна. Не попал в меня вопрос. Да, не спросишь. Ну, прорыв мне понравился ответ, что... Ну, моя интерпретация мне понравилась. И мне понравилась. Вопрос. А у тебя прорыв, это же постоянное насилие себя. Это от мамы или от папы? Пришло к тебе. Ну, насилие в смысле аскеза. Вот напрягать себя. Я же знаю, что ты все время себя напрягаешь. Ну, я не знаю. Не могу сказать. 50 на 50, опять же таки. В любое, что я делаю, это 50 на 50 того, в чего в меня заложили родители. Это уникальное сочетание. Здесь есть я. Ну, просто мало кто знает, что если вы не купаетесь в проруби, что это, ну, больно всегда. Нет такого, что ты на десятый раз привыкаешь и заходишь, как в ванную с пузырями. Нет же такого. Конечно. Я 160 дней подряд погружался в прорубь. И предыдущий вопрос был. Я как раз про это говорил, что момент переключения со временем меняется. То есть, если вначале ты думаешь сделать первый шаг, не сделать, и тебя прям ломает, то с практикой тебя перестают ломать, но ощущения в теле остаются такие же. То есть, мозг тренируется, тело тренируется меньше. Ну, просто я прекрасно знаю эти мыслишки в голове, стоя над прорубью, что они вообще просто могут уничтожить. Ну, со временем их становится меньше с практикой. Ну, ладно, здесь можно говорить часами. Просто ты ходил в температуру купаться в 38, так? В мороз минус 20, так? Что такое 38? Ну, у тебя температура, тело было, ты заболел. Ты ездил со мной по регионам и в каждом регионе искал прорубь местную. Это могла быть центральная площадь, закрытая, огороженная забором. Ты просто перелезал через этот забор, нырял на виду у всех и вынырил просто там как-то полотенчиком условно. Самое прикольное и страшное из этого было. Тебя-то не было. Я побежал на Невском, прямо на реке Неве, искупаться. И что? Прямо в центре, где гранит. Ну, гранитные вот эти ступеньки. Ну, мне было страшно, что я наступлю на стекло в первую очередь. И все, для меня это был самый большой страх, наверное. Ну, я залез, искупался, и все было прекрасно. Все те же самые ощущения, которые происходят со мной в ключевой воде. То есть, вот этот подъем энергии, гормоны и радость от того, что я это сделал. Слушай, ну, купание в проруби в мороз, в Неве, не очень чистой реке, это как раз похоже на guilty pleasure. По-моему, это стопроцентное попадание. Может быть. Смотря как перевести. Поп, мы раскрыли твою личность. Надо попросить автора вопроса пояснить по-русски все-таки. Мы же по-русски говорим? По-русски. Ну, вот у нас нет такого. Мучаюсь, но люблю. Ну, что, дальше пойдем? Нет, мучение и стыд – это разные вещи. Там ты просто говорила про стыд. Про вину. Про вину. Ну, вина – это связано как-то с стыдом, мне кажется. Вины. Что значит вина? Вина – это когда украл что-нибудь, сделал кому-то плохо. Ну, можно и себе плохо сделать, тоже чувствовать вину. Но чувствовать вину – ну, да, наверное. Если идти голым по улице, можно чувствовать вину кому-то. А кому-то кто-то не чувствует от этого вины. Давай всем расскажем. Я, например, не чувствую от этого вины. Должен просто всем рассказать, что Вова ходит голый по улице. Ну, как голый? Ну, как? Ну, я выхожу, например, в трусах, спокойно, совершенно, вот из своего подъезда до проруби прохожу, и у меня не высывает это никакого… Ну, всем весело. Всем абсолютно весело. Я ловлю на себе какие-то улыбки, энергию собираю от этого. Но у меня нету здесь вины никакой. Вопрос, почему у меня нету вины – это другой вопрос. Конечно. И мы таким образом раскрываем твою личность вообще. Потому что для меня guilty pleasure, например, я подумала, что это была причина, почему я отказалась смотреть сериалы. Что ты смотришь и понимаешь, что ты… Подсаживаешься. …залипаешь, да, что зачем эту дурь смотреть. И как бы надо себе объяснить, приятно, но, по-моему, не стоит. Или перебирать с едой. Вот ты у меня хлеб забираешь, когда я вдруг начинаю объедаться, правильно? Ты же так делаешь, ты говоришь, Наташ, хватит. Ты мне, кстати, благодарна за это. В момент, когда ты делаешь… В моменте она меня хочет убить, и мне хочется. И я думаю, зачем я это сделал. Но это было не много раз, раза два, но сейчас всплыло. Да, это вопрос. Это наши топ-спонсоры. Вопрос про еду в семье Натальи Шульги до сих пор актуально. Посмотр ленты в Инстаграм. Ну, когда я там залипаю, я чувствую, что это какая-то энергия низшего уровня. Но это перестает просто приносить какое-то удовольствие, когда ты понимаешь, что ты спускаешься на низший уровень. У меня, наверное, понимание вот этих уровней какое-то, то, к чему приводит это действие. Каждое действие, оно должно к чему-то вести. И удовольствие, ну, оно просто так… Нету вот в моей жизни прям просто какого-то, наверное, удовольствия. Это все действие, которое порождает, как бы, ну, такое приятное состояние внутри. Ну, вот, например, мы сейчас смотрим на саванну. Ну, помимо того, что мы просто смотрим на саванну, если даже вот я буду смотреть на саванну, я буду это воспринимать как медитацию, как успокоение, какую-то медитативную практику, что в целом моему телу даст расслабление, что породит, наверное, какое-то удовольствие, какие-то гормоны. С удовольствием это просто, ну, гормональный фон. Вот. А то, когда ты делаешь что-то, что не полезно тебе, это будет порождать стыд. Я просто скажу вот так, за кадром, хотя мы в кадре. Ну, Вова не переедает, не пересыпает. Нет, бывает, я переедаю, не переедаю, бывает. Я вчера на ночь съел макароны, которые нам принесли вечером. Вот, наверное, это было, бывают такие моменты, когда… Гелти плыжа. Когда мозг отключается, и зачем я, типа, перед сном в 10 часов съел эти макароны? Но, с другой стороны, вот правила от Наташи. У меня много Наташи в голове, на самом деле. И вот одно из правил, если ты что-то на ночь съела, отработаешь с утра. Вот я, когда ел эти макароны, я уже знал, что сегодня у меня будет хорошая кардионагрузка. Вы поняли, да? Почему я бегу в саванну? Можно вернуться к вопросу о святости, что макароны на ночь, ну, это просто за пределом. Ну, окей, если у вас появятся еще вопросы в связи со стыдом, с порочностью, вы можете все это писать в комментариях, потому что это очень любопытно, на самом деле, Вов, как ты вообще эти вопросы слышишь и отвечаешь. Интересно. И следующий вопрос, ну, как раз развивает эту тему, кто повлиял или что на твой уровень мышления сейчас? Сколько тебе лет? Нет, я знаю, ты всем скажи. Тридцать два произошло пять дней назад, мой тридцать второй день рождения. Все случилось в восемь утра 15 марта 1991 года в поселке Меделеево, Солочногорска и район. Что еще про это? А что надо ответить? Ну, кто на тебя повлиял? А, кто на меня повлиял? Ну, вот с этого момента и началось влияние всех подряд. А дальше кого-то я впускал в свой опыт больше, кого-то меньше. Ну, как так получилось, что? Все учителя, с которыми я проводил время, ну, я не знаю, все люди, от которых я, все люди на меня повлияли. Кто-то больше, кто-то меньше. Для этого я считаю, что мы живем в обществе, чтобы смотреть на других и перекладывать их опыт на себя. Для того, чтобы, во-первых, не совершать их ошибок, и, второе, для того, чтобы пользоваться успешными кейсами, успешными примерами. Ну, у тебя были плохиши, друзья? Вот с пороками? Ну, конечно. Ну, а как так получилось, что они на тебя повлияли вот так, а не порочностью своей? Как такое? Ну, может быть, я где-то... Ну, я бы просто не был вот таким, какой я есть. Я поняла, ну, как это произошло? Как это произошло? Я не понимаю вопрос, поясните. Почему в твоей компании, если есть, плохиш? Ну, вспомни. Ну, как правило, когда-то, вот я, в моей компании все курили. И я очень серьезно курила. Причем, хорошо. Нет, этого было. У меня не было, как бы... У меня был вопрос, что надо как-то бросить, перестроиться. Но пока я в контексте, я все равно курю. Ну, алкоголь, там, всякие разные... Вот как это прошло мимо тебя, я не понимаю? Ну, если по-простому, я никогда об этом не думал, но если по-простому, то, наверное, можно ответить на этот вопрос так, что все плохиши тянут тебя на дно, а все хороши тянут тебя наверх. И каждая твоя встреча с плохишом – это развилка. Согласишься ты с ним или нет? И ты опускаешься ниже или выше? И если ты говоришь нет влиянию, которое идет от плохиша, то ты поднимаешься вверх, и ты доходишь до какого-то уровня, куда ты сам себе позволяешь, куда ты хочешь, куда ты видишь. Ты что, так себе прям 8 лет говорил? Да нет, конечно. Когда ты там... Пока я, может быть, до 20 лет, это все было очень неосознанно и слабенько. А потом начали появляться какие-то сигналы от Вселенной, наверное, от друзей, да, наверное, от онлайн-пространства, в которое я себя погружал, что надо развиваться в том числе через физическую часть нашего тела. Через физическую часть, я считаю, что это один из самых простых способов пройти куда-то выше, потому что спорт, он формирует характер, а дальше через это можно развиваться в других сферах. У меня был хороший пример на яхте. Я его постоянно вспоминаю. Я ходил без тебя в компании таких опытных моряков, которые хорошо достаточно разбираются в яхтинге, и этот образ жизни классически сопровождается большим количеством алкоголя. Но помимо этого, были там еще и более жесткие вещества, и каждый вечер мне прям приходилось делать выбор, и я его сделал сразу. То есть я прям... Так как мы были на одном замкнутом пространстве, мы стояли на якоре, иногда шли... Ну, когда долгий переход, там ночная вахта, допустим, двое суток идешь в море, там как-то не до алкоголя. Там бы выспаться, и организм... И все понимают, что надо в первую очередь поспать, а не подвыпить. А когда вот приходят в пухту, людям как-то хочется расслабиться, обнулиться. Поэтому в ход идут всякие вещества. И я уходил на нос корабля и занимался дыхательными практиками. И у меня был отличный дыхательный ретрит. И я там так хорошо разогнался, что потом, когда приехал в Россию, я дошел до задержки дыхания 6 минут. То есть я каждый день это делал. Там я это натренировал и продолжал каждый день это делать. И дошел до задержки дыхания 6 минут. Там меня момент остановил, потому что у меня стало страшно. Я не знал вообще, как поведется организм. В общем, зона бесконтрольная, зона страха, она всегда останавливает, когда ты не знаешь, что будет дальше. Вот, и я закончил это. Ну, я говорю про развилку. И вот там эта развилка, я ее прям прочувствовал. И смотря на жизнь, на все выборы, которые приходят мне с такими плохишами, которые ты говоришь, я вижу, что вот та развилка, она меня вот вытащила вверх. Ну и также, конечно, развилка – это с тобой. Я выбрал тебя, и мы идем вместе по жизни. И это вот сразу вытащило меня на определенный новый уровень. Ну, просто до твоего появления в моей жизни вокруг меня были сплошные плохиши, понимаешь? Просто мир состоял из очень серьезных пороков, связанных там с деньгами, с какими-то махинациями, с ложью так по-крупному. Ну, в общем, это интересный вопрос. Дальше будет очень смешно. Вопрос, который называется так. Ты точно с планеты Земля? То есть даже не рассказывай все это. У нас у всех, Вов, чтобы ты понимал, возникает всегда этот вопрос. Где можно найти Володю? Просто я Вову так никогда не называю. Называют все близкие. В смысле найти Володю? Ну, где Володя живут, рождаются? Где таких найти? Ага. В этом смысле. Что как получается вот такая замеска, какая-то консервация, как компотик, что пороки не прилипают, а прилипает пророк. Где найти Володю, когда пороки не прилипают? Где Володя обитает? Ну, ты как собирательный образ, что есть, видите, есть люди, и ты как бы один из них. И мы тут спорили, есть ли... Я просто Вове сказал, Вов, давай найдем еще 6 Наташ Шульги, чтобы сделать... Это я сказал. Следующий президентский бриллиант. Да, и ты сказал, что таких, как я, нет. Я сказал, в смысле? Таких же, как ты, точно есть. И вот здесь мы поспорили. Вот я у тебя спрашиваю. Где таких найти? Ну, это вопрос к тебе. А вопрос ко мне, точно ли я с планеты Земля, я не могу на него ответить, на самом деле. Потому что... Да как я вообще здесь оказался? Ладно. Перекличку. Так. Вот момент. А, нет, все, запись идет. Странно. Давай. Просто ты думаешь, что... Это как бы не очевидные вопросы, но они бьют прямо в цель. Кем ты был в прошлой жизни? Если ты вообще про это думаешь. Я об этом не думаю. Как есть, так и есть. Я задала вопрос. У меня есть тотемное животное. Это конь. А еще... Что-то еще было. Ну, ладно, пусть будет конь. Ну, какая-нибудь пчела, ты помнишь, рисовал. Может, это будет. Сейчас, наверное, только конь остался. Только конь выжил. Все лишнее отбрасываю, как копыта. Ну, Вов, ну, давай вернемся к коням, которые где-то же пасутся. Просто я тебя уверяю. На дикой природе самые лучшие кони. Вот расскажи, что нам в прорубь надо ходить. Потому что есть огромное количество девушек, которые у меня всегда спрашивают, где водятся такие кони. Ну, давай ты начали на этот вопрос ответишь. Так я не знаю, мы вообще встретились... Случайно. Много было таких вопросов. Друзья, мы не будем на это тратить 500 лет. Мы просто очень коротко ответим, что это был случай в Обскове. Я с каким-то проектом там выступала. Вова приехала с своего университета. И это просто был случай. Мы побегали вместе. Потом постояли в планке во время всех этих заседаний. И там дальше была очень интересная история, как мы друг друга тестировали в реальной жизни. Ну, я бы ответил на этот вопрос коротко так. Нужно быть просто активным. Нет, это не подойдет. Почему не подойдет? Ну, вот если брать про плохишей и хорошей, наверное, в школе на меня повлиял один мой друг, который мне казалось, что он меня все время вытаскивает на какую-то активность. на какую-то дополнительную активность, что, типа, не входит в мою повседневную жизнь. Меня это как-то все время ломало, но потом я как-то к этому привык и начал к этому нормально относиться. И вот прям этим скиллом я пользуюсь сейчас. Ну, например, пойти и начать знакомиться с девушками в толпе. Вы это делали? Да. Хорошо. И как? Типа, кто больше там познакомится? А, вот почему ты так легко со всеми общаешься на всех этих международных ретритах? Может быть. Может быть. Но это... Это такой конкретный случай, но в целом это вот умение вытаскивать себя на какие-то вызовы новые. И там, где мы с тобой встретились, ну, что мне было ехать в какой-то Псков? Вообще так вот по-хорошему. Ну, мне показалась прикольная идея там. Можно было... Я, типа, свободный мужчина. Чего бы мне не съездить. Может быть, с кем-нибудь познакомлюсь. Но цель была одна из... Как бы это потенциально глобально, но минимально просто получить какую-то активность, развитие, там, потренироваться. Там мои ребята были, которых я тренировал, по-моему. Ну, в общем... Давай просто обрисуем, а то мы сейчас не туда скатимся. Вот сферы твоих интересов, чтобы вы примерно понимали, где могут эти интересы пересечься. И, значит, вы тоже должны быть этим увлечены, чтобы, естественно, все произошло. С верой. Ну, скорее, я бы назвал это приоритеты и ценности. Ну, для меня ценность номер один – это образ жизни. это как раз питание, отдых. Ты встаешь в 4 утра, ты идешь бегать. Ты же ни с кем не познакомишь в 4 утра, правильно? Это же невозможно. Вот сколько совпадений, кроме нас с тобой, когда мы одновременно выбежали и оставили Макса дома, не понимая, что Макс один. И встретились друг с другом в 4 утра. Ну, в 5 утра уже побольше народу. В 5 утра – это уже мейнстрим. Это уже книга даже про это написана. Короче, надо утром бегать. Магия 5 утра. Так? Надо. На яхтинг надо приходить? Ну, на яхтинг… Фу, нет. Там можно нарваться на алкоголика. Вот, чувствуете? А там уже куда скатитесь? Это нужно обладать уже стержнем, чтобы не скатиться. То есть, нужно… Триатлон. Триатлон. Ну, я только начал, поэтому… Алло. Алло. Алло, что? Вы как? Ну, нам еще минут 15. Можно дать? Ну, да, конечно. Хорошо. Давайте 16 минут внизу. 45, то есть, 14. Ага. Конкретизировать надо, да? Ну, я понимаю, что для тебя это сложно, но ты сейчас можешь кому-то очень сильно помочь. Ну, просто, Вов, ты это не осознаешь, но ты выглядишь как, я не знаю, как супермодель. Вот так. Вот ты когда голый идешь с проруби, весь дом этим процессом наслаждается. Мы же знаем. Вот как при своей внешности привлекательной, при этом, что ты активно знакомился с девушками, у тебя не было какой-то там зажатости. Да было, конечно. Да? Интересно. Да это то же самое, как с прорубью. Вот зарадуешься, она есть первый раз, когда ты идешь в прорубь, потому что не знаешь, что будет. Но с опытом все меняется. Но, в принципе, она никуда не уходит, никогда. Только единственное исключение, это то, как количество твоих прямых эфиров, сколько ты можешь быть перед камерой и выступать на сцене. Это какое-то вообще безумное. Мне кажется, у тебя нет вообще никакого страха и дискомфорта здесь. Ну, мы поняли со второго вопроса, что говорим о тебе. Никуда отсюда не деться. Ну, ты же мой пример, поэтому есть. В любой нашей практике всегда есть куда расти. И это очень хорошо. Ну, тогда упростим задачу. Если девушке вам действительно стало это интересно, ко мне просто постоянно подходят и спрашивают. Как это называется в маркетинге? Целевая аудитория? Нужно просто расписать мою, кто я такой. Да, да. Вот мы этим сейчас и занимаемся. Где ты водишься? Ну, в смысле, где проводишь свое время, там, приоритеты? Вот где таких можно найти? Вот, собственно, очень практичный вопрос. Приоритет утренняя нагрузка. Люблю с утра до завтрака потренироваться. Но если бы я не встретился с тобой, возможно, такого не было бы. Возможно, я тренировался бы после завтрака. Не знаю. Но активность утренняя ко мне пришла. Хотя в детстве меня папа заставлял до слез. Я плакал. Меня мама защищала. Вот мы и вскрыли. Меня мама защищала. Где этот гвоздь? И я отплынивал от тренировки. Но папа все равно продолжал меня заставлять. Ладно, с твоей святостью мы ничего не сможем сделать. Вам придется просто наблюдать за Вовой и для себя отмечать пункты, там, триатлон, может быть, зимнее плавание. Где-то, где вы увидите, что вы тоже можете. Да я могу где угодно материализоваться. Это не ответ на вопрос. Потому что, например, в зимнем плавании очень тяжело найти меня. Потому что там в основном люди, которые с большим количеством подкожного жира. А в бассейне? И это очень возрастной вид активности. В бассейне... Ну, в бассейне тоже я не классический плавец. Я не классический никто. Вот именно. В этом как бы мой спортивный образ. Как вы представляете моржа? Да. Забираю лучше из каждого то, где я себя пробую. Вопрос остался нерешенный. Потому что, представляя моржа, тебя точно сложно представить. Да, это так и есть. Ладно, мы будем за тобой все наблюдать. Где ты? Есть еще пару таких очень конкретных вопросов на самом деле. Давай, быстренько отвечим. Потому что мы-то все вместе делаем. А есть говорящая голова. Вопрос про команду. Как ты себя ощущаешь в команде, где... Есть Наталья Шульга, и она твоя жена. Да. Вот эти все вопросы 90%. А как вы там Наташу нашли как-то... Причем здесь как бы Наташа, вы поняли, что совсем все по-другому выглядит. Ну, изначально моей стратегией было в наших общих проектах подчеркивать Наташины сильные стороны, выделять их и усилять. Вот на этом я сосредоточился и в Дотере. Я просто нашел то, где я могу быть полезным, и то, чего не может делать Наташа сама. Это... Ну, сейчас я, например, занимаюсь организацией поездок. Есть YouTube-канал, где я увидел, что есть большой спрос от аудитории. А Наташа очень любит... И у нее очень хорошо получается доносить мысли. И это все сложилось в великолепные обзоры эфирных массин. Сейчас это все как-то вместе связывается. Поездки и обзоры, и мы ездим по плантациям. Как я себя чувствую? Иногда, конечно, эго пытается выйти вперед и... Побыть лидером. И показать тебе, что ты находишься не на своем месте, что тебе надо заниматься собой. То, где я сейчас, на каком уровне, это... Вклад всего моего предыдущего опыта, и моих родителей, и каждого из людей, которых я встречал. То же самое и то, где наша пара сейчас вместе. Это влияние всех, кто есть вокруг нас, и наш общий вклад при этом. И если бы одного из нас не было, то и не было этих результатов. Вот если я держу в голове такой путь и такое видение, то все сразу становится понятным. Я просто закрываю свою область и сферу приоритетов. И когда надо будет, когда придет момент, возможно, он когда-то придет, возможно, и нет, то мы где-то поменяемся ролями. Сразу вопрос. На него надо быстро отвечать. Пока камера не перегрелась. У нас каждые пять минут перегревается камера. Твое предназначение и твоя мечта? Мое предназначение это... Сейчас мы искроем эго. Я не знаю, как сводить на этот вопрос. У меня нету... А вот надо ты. Я хочу выжить максимум из этой жизни. А предназначение? Предназначение. А мечта? Выжить максимум из этой жизни. А мечта? Мечта, чтобы не умереть, пока я это делаю. Кровь и зло. Ну, это похоже на тебя. Мечта, да. Ну, короче, мое предназначение выжить максимум из этой жизни, а моя мечта не умереть, пока я это все делаю. но мечта это же что-то такое в облаках повитать поэтому вот так вот вов но тогда следующий диалог если вам это нравится и вы здесь напишите пожалуйста комментарии мы должны сделать вместе прямой эфир потому что мы периодически это делали но все время была вот говорящая голова а так мы можем понять что же входит выжить максимум из твоей жизни потому что учитывая прорубь и все приколы с этими плантациями и твой проект это очень интересно что же там еще останется в этой бутылочке сока да но это уже как раз влияние плохишей и хорошей иногда что-то начинает мотивировать неожиданно ты видишь какую-то картинку и она вот тебя возбуждает и ты хочешь быть к этому причастным ну вот мне например понравилась идея стать ледяным железным человеком это айронмен плюс ледяная миля и эти два две вещи которые но я не знаю человека который это когда-либо делал и поэтому меня здесь какая-то есть дополнительная мотивация быть здесь вообще первооткрывателем грядет новый период ты можете пригласить на такой эфир что приглашаю всех на такой эфир и что там будет а там будет а что ты сама сказала ну как ты это видишь о чем твои эго или что в общем пора заканчивать сидим долго наверное если вам вдруг понравилось так такие разговоры по душам то будем открыты и напишите в комментариях мы будем продолжать чуть не убедительно получить ну говори ну я то что когда кто-то в паре что-то представляет и вообще в жизни в голове у другого всегда другая картина и всегда получается неубедительно поэтому лучше просто делать а там посмотреть на реакцию вот не получилось давай ну мне важно понять могут ли пара приходить на такие эфиры все там выкручилось опять да все работает все работает короче друзья придете ли вы девушки женский состав с мужьями на такой эфир или вы хотите продолжить вот такую одностороннюю рубрику и что уж я вытащу из вовы то и получится потому что мне кажется что тебя точно захотят потом прямую эфирю попытать и позадавать конкретный по жесткому вопрос ну а если вы хотите сделать пишите в комментариях и мы проведем такой прямой эфир все мы поехали за жирафами и и и